Приветствую! 17 июля 2024 года при пересечении границы у всех мужчин от 18 до 60 лет будет проверяться наличие военно-учетного документа. А если этого документа не будет, то им будут отказывать в пересечении границы. И вы скажете, Олег, откуда ты взял? Где же такое написано? В каком законе это написано? Друзья, ни в каком законе привязки к 17 июля нет. А что было источником информации? А источником информации был, по сути, наивысшее, найдостовернейшее джерело информации, наивысшее по юридической силе телеграм-канал ДПСУ. Именно там был опубликован вот такой пост, в котором, собственно говоря, ДПСУ нам и сообщило, что у всех мужчин от 18 до 60, подчеркиваю слово, всех, у всех, то есть даже те мужчины, у которых есть инвалидность, у которых есть документы, подтверждающие эту инвалидность, им нужно будет военно-учетный документ для выезда из Украины. Ну, не говоря уже о сопровождающих, не говоря уже о других категориях мужчин, которые имеют право на выезд из Украины во время мобилизации. И вот здесь, конечно, нам нужно разобраться в правовой базе, и вы знаете, вот такое ощущение у меня уже складывается, что в современных книгах по теории государства и права нужно уже писать другую иерархию нормативно-правовых актов. Ну, нужно начинать с телеграм-канала ДПСУ, потом, наверное, будет вторым по силе это распоряжение начальника, дальше будут идти постановы, потом законы и где-то там на последнем месте Конституция. Но я учился еще по старым учебникам, и для меня Конституция является актом наивысшей юридической силы, и именно поэтому разбираться в этом вопросе мы сейчас начнем с Конституции, и потом дойдем до постанов, а где же вообще написано то, о чем говорят представители ДПСУ на сегодняшний день. Итак, начинаем с Конституции. Вот она, наша многострадальная Конституция. В ней, напомню, вы это знаете уже, но напомню статью 33, где написано «Кожному, кто на законных подставах перебуває на территории Украины, гарантуется свободу пересувания, вольный выбор места проживания, право вольно залишать территорию Украины за винятком обмежений, которые встановлюются законом». Еще раз, право вильно залишать территорию Украины за винятком обмежений, які встановлюются законом. То есть, в принципе, право покинуть территорию Украины можно ограничить, но это ограничение должно быть установлено законом. И есть у нас специальный закон, вот он так называется, про порядок выезду з Украины и въезду в Украину громадян Украины. То есть, это специальный закон, который регулирует именно эти отношения. И здесь, в статье 2 перечислены документы, що дають право громадяннину Украину на выезд з Украины и въезд в Украину. И вот перечень документов. Смотрите, паспорт для выезда за кордон, ДИП-паспорт, служебный паспорт, удостоверение моряка, удостоверение члена экипажа, удостоверение на повернення в Украину. Кстати, кто заметил здесь что-то про военно-учетный документ? Я вам скажу больше, если вы прочитаете весь этот закон, вы не найдете здесь ничего о том, что для пересечения границы человеку нужен военно-учетный документ. Военный билет, темчасовое посвящение військового зубоввязанного, припасне и так далее. Ничего здесь нет, но вы можете сказать, Олег, ты же не все показываешь, смотри, покажи следующую статью. Там есть статья 3, где написано, что правила есть пересечения государственной границы и их устанавливает Кабмин. Действительно есть, мы все с вами знаем, но если вы откроете правила пересечения госграницы, там тоже ничего вы не найдете про военно-учетные документы. О том, что они обязательно должны у вас быть. Более того, если посмотреть закон о мобилизации, если посмотреть закон о правовом режиме военного положения, о державной прокордонной службе, про державный прокордонный контроль, нигде в законах ничего этого нет. Вопрос, а где же есть? А ответ прост. Постанова 560. И вот сейчас мы с вами ее посмотрим. Вот эта постанова. В ней есть пункт 17, где, собственно говоря, и закреплено право руководителей органов охороны держкордону. И вот одна из прав, которая есть, что они могут отмолвать у перетиня державного кордону на выезд из Украины на пунктах пропуску через державный кордон особам человеческой стати веком от 18 до 60 лет. То есть в разе отсутствия у таких оси військово-обликового документа. Або військово-обликового документа в электронной форме. То есть в постанове 560, как мы с вами видим, четко прописано право ДПСУ, право пограничников отказать человеку в пересечении госграницы в выезде из Украины. Ну, то есть въезд все окей, въезжай, но выехать без военно-учетного документа ты не можешь. Вопрос. Ну, два вопроса. А где здесь хоть что-то написано про 17 лыбня? Это первый вопрос. А второй вопрос, он, наверное, более глобальный. А при чем здесь постанова 560? Ведь если мы с вами вернемся к тексту Конституции Украины, здесь прямо написано за вынятком обмежень, вот оно, за вынятком обмежень, які встановлюються законом. Законом. А вот то, что написано здесь, это ж пункт 17, вот. Это постанова. Мы все ее знаем, эту постанову. Вот она, 560. Про порядок проведения призыва во время мобилизации. А где же закон? А закона, запрещающего выезд мужчин из Украины во время военного положения, до сих пор нет. Конституция говорит, что нужно, чтобы был закон, который установит это ограничение. А закона, соответствующего, нет. Друзья, я, вы знаете, никогда не претендую на истину в последней инстанции. Это моя правовая позиция. И я, как и в любых других вопросах, я могу ошибаться. И может, конечно, так окажется, что где-то есть закон. И кто-то из вас знает закон, в котором написано, что мужчинам запрещается выезд из Украины во время военного положения. Может, вы знаете закон, в котором написано, что отсутствие военно-учетного документа тоже является основанием для запрета на выезд мужчине из Украины во время военного положения и мобилизации. Но я этого не знаю. Я не знаю. Вот я искал, искал, не нашел. Возможно, конечно, есть. Но я не нашел. Может, потому что его нет? Я не знаю. Мне кажется, что его нет. И меня это расстраивает. Меня это расстраивает, что вот так сильно спрятан этот закон, что найти его невозможно. Или, может, все-таки его нет. Кстати, справедливости ради хочу сказать, что есть решение Верховного суда, который, рассматривая дело о запрете на выезд из Украины, основным аргументом выбрал публичный интерес. Даже Верховный суд сказал, что да, специального закона, который бы запрещал выезд из Украины, его нет. Но есть категория публичный интерес, и с точки зрения этой категории можно вводить такие ограничения. Вот они и введены. Вот они и введены. Прямо теперь введены постановой 560. Мы прямо видим право отказать. К чему это все? Какой вывод из этого всего? Если вы планировали выезд из Украины, но откладывали его на потом, да, вот куда-то дальше, то наверняка нужно делать это сейчас. Потому что если вы, например, у вас есть инвалидность, у вас есть там больные родители, которых вы собирались вывезти на лечение, там, я не знаю, кто еще, там, жена, которую вы собирались вывозить на лечение, либо просто вы планировали уже выехать из Украины, жить в той стране, где нет войны, да, то вам это нужно делать до 17-го числа. Потому что 17-го числа будут проверять наличие военно-учетных документов, и я боюсь, что они будут не просто сам факт наличия военно-учетного документа, а, скорее всего, будет требоваться наличие отсрочки на том основании, на котором вы собираетесь выехать. И, соответственно, вы сможете выехать, но для вас этот процесс может затянуться, потому что, представьте, сейчас много людей пойдет в ТЦК оформлять отсрочку, и насколько это все затянется, непонятно. Поэтому, если вы планировали выехать, выезжайте. Если там планировали выехать не в ближайшее время, а через несколько месяцев, тогда уже сейчас нужно вам начинать процесс оформления отсрочки. На этом у меня все. Если вы считаете данное видео полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой YouTube-канал, также приглашаю вас в свой Telegram-канал, ссылочку на него есть в описании к данному ролику. И традиционно пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.